Продолжаю движение на участке Мурманская Колыма 42 серия. Я сейчас прочитаю некоторые комментарии. Александр Седьмой пишет, что смотрит в двукратном ускорении, просмотр идет хорошо. Значит, я хотел бы всем сказать, что вы можете смотреть в ускоренном режиме без проблем, потому что никакой информации существенной, кроме того, что я мониторил связь на трассе, никакой практически информации не было. Ну так, комментарии об окружающей природе, о красоте и так далее. Но это, я не думаю, существенно. Рекомендовал бы начало видео, когда начинается новый день, смотреть концовку, слушать концовку серии. Там я подбираю место для ночевки, для отдыха, там может быть полезная информация. И слушать мои комментарии, мнения, отзывы о том, как прошла ночь. Мешал ли кто не мешал и так далее. Это в начале и в конце дня. Вот это самое, на мой взгляд, существенное. А так, можете звук убирать, включать музыку, которая вам нравится, и в ускоренном режиме в два раза смотреть. Так, Андрей Лукашев пишет, а правда, что Омская область самая скучная. Ну, я бы не сказал, что Омская область самая скучная. Дорога ровная, без проблем, без подъемов, без серпантина. Вот, красивая природа, островки такие, рощицы, поля ровные. Я бы не сказал, что... Ну, обычная область. В Кемерово там вот эти серпантины, они сложные. Каждая область имеет свою прелесть. Ну, посмотрев видео, сможете сами в этом убедиться. Так, что еще? Артовод спрашивает. В общем, я отвечу так, что автомобиль готовился заранее. Для того, чтобы не было проблем, в автомобиле заменили свечи, ремень ГРМ. Автомобиль покрыли пленкой, для того, чтобы он был приметен и на далеком расстоянии виден, чтобы был примечателен на трассе. Установлена электроника за слежением автомобиля. Заменили резину, заменили масло. Ну, масло я менял во время маршрута дважды. Первый раз это в Кургане и второй раз в Владивостоке. Ну, а третий раз, уже вернувшись в Москву, там как раз подходил срок замены масла. Так, что-то еще было, сейчас уже не помню. Ну, отдельно можете озаботиться о своем спальном рабочем месте. Этот месте, если в одиночку двигаетесь на дальние расстояния, я бы рекомендовал купить самонадувающийся матрас в разобранном состоянии. Он набирает свой объем в течение часа, затем пробка закрывается и он сохраняет свою упругость. На таком матрасе очень удобно спать, ничто нигде не давит, не упирается. Теплый. И спальный мешок. Это, ну, типа кокона. Вот такой, у меня-то был в разобранном состоянии. Он был и как одеяло, его можно было использовать, и как плед. Замочек позволял создать, ну, вот, создать, или, как его сказать, мешок, в котором, ну, довольно-таки комфортно было спать. Но основное, я говорю, внимание, уделите вот своему спальному месту, потому что ночь должна пройти спокойно и комфортно, чтобы утром вы могли двигаться, ну, вполне отдохнувшими. Так, пока других вопросов серьезных нету, смотрите 42-ю серию. Наверное, те, кто у меня есть, варами они и есть. Варами, 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 варами. Так, мегафон. Варами, варами. Так, мегафон. Так. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Я вчера проезжал Пушной из Сегежи и до Морбанска. Я не знаю, что там у тебя с прибором. Проверь, где я сейчас. 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...